Когда люди увольняются с работы, становятся самозанятыми, больше не привязаны к месту, то у них возникает вопрос, а нравится ли им жить там, где они сейчас живут? Ну то есть многие живут не в очень крупных городах, некоторые вообще в деревнях, и может быть место на них оказывает какое-то неблагоприятное такое воздействие. Ну и тут, собственно, возникает вопрос, а куда же переехать? Какой город выбрать для жизни так, чтобы было хорошо, комфортно и не особо напрягало? Обычно в выборе городов для переезда преобладают два варианта, это Москва и Петербург. Как вы знаете, я после того, как уволился с работы, переехал жить в Петербург, живу здесь уже около полугода, ну и собственно хотел поделиться, а стоит ли самозанятому, тому, кто не привязан к месту, переезжать вот в такой вот город? В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Начнем немножко издалека, почему я не остался в Уфе. Уфа, как вы знаете, город-миллионник, это не совсем село, то есть если бы я захотел в село какое-нибудь, я бы переехал в тот город, откуда я родом. Это город Сим, Челябинская область, там где-то 14 тысяч человек, делать совершенно нечего, в общем, ну такой себе вариант, хотя природа красивая. Да и жилье там стоило сущие копейки, и продукты были очень дешевые, и собственно, если ты планируешь лежать на диване и ничего больше не делать, то идеальный вариант, но мне этот вариант вообще не по душе. Но Уфа все же была городом-миллионником, там были и бары, и кафе, и развлечения, и какие-то мероприятия, что не устраивало, ведь у меня же даже была своя квартира, но тем не менее, Уфа город хоть и крупный, но довольно своеобразный. То есть если я в Уфе мог ходить на мероприятия, которые мне нравятся, ну где-то раз там в месяц, то здесь хоть каждую неделю, потому что их обилие просто поражает. Плюс в Уфе я жил в районе на Атшибе, который где-то там далеко, как, наверное, в Петербурге-Мурино, ну разве что там расстояние чуть поменьше, и здесь 30 минут на метро до Мурино, а там 30 минут на автобусе до моего района, от центра. А мне, как я уже рассказывал, очень нравится и хочется жить в центре, ну так вот, если снимать в Уфе квартиру в центре, либо комнату в центре, то по деньгам будет вот примерно то же самое, что и в Петербурге, то есть цены в Уфе не очень сильно отличаются от цен в Петербурге, ну в Петербурге чуть-чуть подороже. Так вот, если я хочу вдруг жить в центре, снимаю квартиру в центре Уфы, и по деньгам будет выходить то же самое, так какая разница, почему бы мне не поехать в Петербург? Ну, то есть, это же абсурдно, снимать квартиру в центре Уфы по тем же деньгам, что и квартиру в центре Петербурга. Очевидно, что в Петербурге намного больше возможностей и намного лучше варианты. Ну, собственно, почему не Уфа, я думаю, в принципе, вам понятно, то есть это потому что жилье не в центре, это потому что очень мало таких развлекательных, увеселительных мероприятий, которые мне нравятся, ну и сам по себе город намного меньше. Второй вопрос. Москва или Петербург? Москва на самом деле город более ухоженный, более такой крупный, возможностей там в разы больше, чем в Петербурге, мероприятий там тоже в разы больше, чем в Петербурге, но есть один такой вот небольшой нюанс. Жизнь в Москве стоит в разы дороже, просто колоссальных денег. Снимать комнату или квартиру в Москве, это блин, в центре Москвы, это блин, я не знаю, нужно зарабатывать просто баснословные деньги. Но поскольку я уже сказал, что жилье не в центре я вообще не рассматриваю, жить на окраине я мог и в Уфе, то ну блин, зачем мне Москва? Но этот вариант, конечно, касается только самозанятых. Если вы собираетесь устроиться на нормальную работу, где платят зарплату, то вы можете поехать и в Москву, потому что зарплаты в Москве в разы выше, чем в том же Петербурге и в той же Уфе, поскольку зарплаты намного больше, то и за квартиру вы, вероятно, сможете платить. Но опять же, это будет скорее всего квартира не в центре, а квартира на окраине. Но я ни тот, ни другой вариант не рассматриваю, потому что как самозанятый я получаю одни и те же деньги, что вот в Уфе получал одни и те же деньги, что в Петербурге получаю одни и те же деньги, что в Москву, если я перееду, буду получать примерно ту же самую сумму. И жилье в Москве будет в разы дороже стоить, жилье в Уфе и в Петербурге. Ну вот с небольшой разницей, но примерно одинаковую сумму стоит. Именно поэтому я выбрал Петербург. Если у меня будет намного больше денег, если там их будет не жалко тратить направо и налево, то я, наверное, конечно, перееду в Москву, там поживу некоторое время. Но опять же, понять, твой это город или не твой это город, нравится тебе там или не нравится, я думаю, ты сможешь только после того, как поживёшь в этом городе несколько лет. Иногда года хватает, иногда ты приезжаешь, поживёшь пару месяцев и понимаешь, что это вообще не твоё. Ну так вот, если я сравниваю жизнь свою в Уфе и жизнь твою в Петербурге, то в принципе в Петербурге мне, конечно, больше нравится. Но это потому, что в Уфе конкретно вот мне абсолютно нечего было делать. Я там жил, ну, где-то лет восемь. Большую часть этого времени я ходил на работу с девяти до шести, каждый день. Пять дней в неделю, там, выходные, суббота, воскресенье. Иногда, когда у меня там появлялся отпуск, я летал, может быть, в другие города, опять же, в Москву, в Петербург. Прилетал, скажем, в Москву и понимал, что вау, тут круто, тут классно, тут интересно. Так что, если вы живёте сейчас в маленьком каком-то городе, вам там не очень нравится, да даже если вам там нравится, обязательно слетайте в крупный город, посмотрите, как живут люди в крупных городах. Причём слетайте и побывайте в самом центре, посетите все достопримечательности, сходите на интересные какие-то мероприятия, сходите в интересные места, чтобы у вас была полноценная картина. Я понимаю, что если вы переедете, то жить круглосуточно в таком вот формате развлекательном не будете. Будете работать, будете что-то делать, это понятно. Но когда у вас есть возможность куда-то сходить, когда у вас есть возможность чем-то заняться, а не ждать этого там несколько месяцев, то как-то представление о мире совершенно другое становится. Если уж совсем кратко сформулировать мои ощущения от жизни в разных городах, то в Уфе у меня были деньги, я получал эти деньги, но их просто некуда было потратить. В Петербурге в целом заработок подрос, но в целом здесь и расходы немножко побольше, поэтому примерно в Петербурге хватает на всё, что мне нужно, плюс ещё остаётся немного. Ну и если бы я переехал в Москву, то там жильё очень дорогое, всё очень дорогое, и получилось бы, что возможностей вокруг дофигища просто, а реализовать их нечем, то есть денег не так много. Мои деньги, которые я получаю для Москвы, это какая-то фигня, а не деньги. Так что если вы живёте в каком-то городе, который вам не очень нравится, и в котором вы не очень хотите жить, и думаете, что куда-то стоит переехать, то переезжайте в Петербург. Мне кажется, Петербург это самый оптимальный вариант, как для самозанятых, так и для тех, кто просто хочет сменить своё место проживания. Нет, конечно, и в Петербурге есть свои недостатки. В целом это город не такой благоустроенный, как Москва, где всё прям вылезано, где кирпичик к кирпичику, плиточка к плиточке лежит. Такого тут, конечно, нет, всё более простое, но возможно это для кого-то станет даже и плюсом, потому что люди более простые, с людьми проще находить общий язык. Но это, конечно, не всегда и не везде, смотря в какую компанию попадёшь, смотря где будешь жить, смотря что будешь делать. По поводу продуктов питания, они вообще везде одинаково стоят, что в Москве, что в Петербурге, что в Уфе, хоть в том же городе Сим, потому что сетевые магазины крупные, не будем их называть, но вы и так их все прекрасно знаете, их вот несколько, и они везде абсолютно одинаковые цены предлагают. Так что переезжать в Петербург определённо стоит, но кроме варианта, когда вы сами уже живёте в Москве. Если вы живёте в Москве, то в Петербурге ничего нового для себя не найдёте. Разве что кроме варианта, когда вы ищите своеобразную атмосферу, атмосферу старинных зданий, атмосферу такого вот мрачного города дождливого, тогда да, возможно, вам и понравится тут. По ценам за жильё, если вы не особо привередливы, то можете снимать даже где-то тысяч за 12 в самом центре, но это будет прям очень ужатый вариант. Ну то есть маленькая-маленькая комната, да, там будет всё, там и уборщица, и интернет, и коммунальные услуги в эту сумму включены, но комната уж очень маленькая будет. Если более-менее нормально хотите жить, ну это где-то вот 15, опять же, за комнату в центре. За квартиру придётся отдать, ну где-то тысяч 30. Ну это опять же будет вариант какой-нибудь переделанной из коммуналки комнаты в квартиру, ну то есть такие квартиры-студии. Если полноценная квартира, то это, наверное, в центре где-то около 40 тысяч рублей. Вот такие вот не очень маленькие цены. И это ещё не так много, потому что в Москве за комнату более-менее нормальную, в центре вы отдадите тысяч 30 минимум. В Уфе в центре за 30 можно снять полноценную хорошую квартиру. Так что, может быть, в принципе, нафиг это Москву и Петербург, можно переехать в Уфу. Тем более в Уфе есть арт-квадрат, очень классное место, где можно зависать целыми сутками. Если будете проездом, обязательно загляните и посмотрите. Я даже в Петербурге такого клёвого места не находил. Ну а так, в целом, если жить экономно, если не тратить деньги направо и налево, если выбирать то, что тебе действительно нужно, всё контролировать и не пускаться во все тяжкие, то можно жить спокойно хоть в Москве, хоть в Петербурге, хоть ещё в другом городе каком-нибудь. Ну и, собственно, давайте ответим на главный вопрос. Стоит ли переезжать в другой город? У нас конкретно сейчас про Петербург, если ты самозанятый, если тебя не устраивает жизнь в твоём городе. Я считаю, что стоит, потому что никаких особых сложностей здесь не возникает на те же деньги. То есть, если месячный доход в диапазоне 30-40 тысяч, то этого вполне хватает на то, чтобы жить здесь, в Петербурге. Причём, вполне хватает на то, чтобы жить даже в центре. Ну, если вы не особо привередливы в условиях, то комната вполне себе нормальный вариант. Где-то, ну, около 15-ти можно тратить как раз на жильё. На всё остальное как раз около 25 тысяч в месяц будет вполне хватать. Ну, всё равно должны быть какие-то деньги про запас на экстренный случай. Вдруг у вас там ноутбук сломается, к врачу вам понадобится сходить, зубные здесь очень дорогие. Ну, то есть вот на такие мелочи какие-то, которые непредвиденные расходы, на них всё равно нужно иметь какой-то запас. Так что подушка безопасности обязательно нужна. Про подушку безопасности я уже рассказывал в одном из своих видео. В подсказках его прикреплю, посмотрите. Ну, думаю, всё, что я хотел, я рассказал. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Я на все комментарии не успеваю ответить, но если какой-то интересный замечу, возможно, я о нём запишу даже конкретно отдельно ролик. Вот. Ну, а у меня на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok